У нас осень, осень, осень. Давай, Мася. Похоже, тут немного моросило. Должно быть 40 с чем-то градусов. Ну, не чувствуется. Я бы не сказала, что в такой степени холодно. Может, будет спускаться температура. Кстати, у нас шанс... Даже боюсь говорить. Каждый раз я говорю, это не случается. Шанс на снеге есть в понедельник. Не знаю, поменяется или нет. Хотя дети... Не, слишком рано, мы не хотим снега. Он говорит, да мне плевать, когда. Пусть будет. Ладно, едем в садик. Они показывают 48 градусов. Так что да. Едем в садик. Я не знаю, Габрилу, с добрым утром, с добрым утром. Так неохота. Был ее в садик везти, потому что все дети дома. Сегодня у них выходной. Второй четверг месяца. Думаю, так неохота ее везти, мужа не везти. И потом я вспомнила, что у них сегодня фотки делают в детском саду. Так что... Жилету попросила, чтобы она мне помогла. Ей хвостик там сделала. Я причесала ее. В общем, выбрали мы платье. Так что... Она говорит, я буду очень бьютифл, бьютифл. Ну, конечно, будешь. Так что принцесса готова. А Габриэл что-то... Она говорит, что нос у него не дышит. А я хотела взять его и скарлетт, пока тренька в это самое, скажете, я скажу, в садике. Хотела взять трамполиновый парк. У нас внутри есть трамполиновый парк. Она говорит, не хочу идти. Говорит, я... Говорит, будет плохо. Я не смогу, в общем, насладиться всем этим прыганием с моим носом. Так что, наверное, подождем мы, когда Тринетти выйдет из садика, и я поведу младших детей. Потому что Джульет не хочет без Габриэла. Плюс я еще Джульетту, Анжелику и Софию поведу в воскресенье. В этот парк. Поэтому хотела сделать что-то младшим на данный момент. Едем в садик. У нас такой ленивый день сейчас проходит. Что-то я не важно себя чувствую, должна сказать. Не знаю. Вчера отлазила везде, да, и не покормила малыша вовремя. Что-то я начинаю переживать, что, возможно, у меня мастит. Как дурочка, я теперь взвешу. Звонит доктору или не звонить? Если бы Даня здесь был, он бы меня заставил. А я все... А может пройдет? Ну, температуры нет. Но есть, знаете, такое ощущение, как температура. Холодно. Что-то морозит немного. И такое тело все какое-то, никакое. Грудь болит. Блин, думаю, может покормить. Покормлю его хорошенько много раз и пройдет. Потому что бывало такое, но не было так, чтобы грудь болела. Было, что дня два-три, а не было такое, чтобы... Такие ощущения, как морозное и все такое. Ладно. Короче, вам высказалась и поняла, какая же я дурочка. Так что... Сама сказала, что надо делать. В общем, после этого положила камеру в сторону. Делала телефон, позвонила доктору. В общем, они мне должны перезвонить. Посмотрим, что они скажут. Потому что я вечно... Я такая девушка. Запускаю вечно все до... До жалких результатов. Таким образом, я себе когда-то инфекцию в почке подхватила. Намонию. Пять дней температура лежала, пока меня Дэнни не заставил к доктору идти. Так что... Пневмонию. Не намония, пневмония. В общем, да. Будем ждать, что доктор скажет. Во дворе холодный дождь. Я себя чувствую, как... Какашка. Но... Вчера я пообещала... А, ну я вам говорила, да. Кстати, Габриэл уже видно сопли вышвыркал. Готов идти. Пообещала же мы эти прыгалки. Идем прыгать. Но надо попрыгать до того, как тренницы забирать. Причем мы на очень тесном графике в данный момент. Я вчера просто увидела на группоне сделку хорошую. Там за 16 долларов. Короче, они каждый из них уже час прыгать. Обычно это на... По-моему, на одного человека 14 долларов за час. Так что это достаточно хорошая сделка. Я говорю, Джулия скажет, мама плохо себя чувствует. Каждый раз. Как я что-то хочу сделать. Все, кто-то плохо себя чувствует. В общем, мама плюнула на себя и везет их прыгать. А Джашек спал так сладко. А Сташа, нет, ты что, мы не сможем. О, это самое. Ну, он так сладко спит. Он даже не... Я зашла в комнату, он даже не реагирует. А... Нет, вдруг он проснется. А ты будешь больше часа. Это ж мне час там. Потом еще тринку забрать. А доктора ничего не слышно. Они типа перезвонят. В общем, звонят. А я бы такая сейчас зарылась, а постигла. И поспала. Но это же... Это нереально. Это не моя реальность. Ладно, будем прыгать. Короче. Все отлично. Эй! Все отлично. Но они поменяли часы своих прыгалок. В общем, они... Четверг отрывается с четырех. Так что да. Кто-то меня плачет. Очень-очень несчастлив. Ну, ладно, разберемся. В общем, решили мы идти в Макдональд. Повышает наше настроение. Так, лайк. Купим что-нибудь поесть. И посмотрим. Может... Может, выйдем позже. Посмотрим, как я буду себя чувствовать. Этот купон у меня действительный... О, мой Господи. А, окей. Действительный до 19 декабря. Если даже сегодня не пойдем, это ничего страшного. Едем в Макдональд. Габриэл греется горячей картошкой. У нас 43 градуса. Так что да. Хорошее время греться чем-то. Супчиком, наверное. Надо супчик сделать? Не, надо точно сделать. Короче, сегодня не наш день. Это явно. Приезжаем мы. А, Габриэл мне напомнил. Мам, ты сказала, чтобы гамбургеры были без ничего. Только чистый гамбургер. Я говорю... Я говорю, не, не сказала. В общем, перед тем, как забирать эти гамбургеры, мы... Короче, извиняюсь. Я спросила мужчину, говорю, что на этих гамбургерах? Чистый гамбургер? И Габриэл посмотрел, но, видно, так посмотрел, как-то не знаю. Говорю, да, точно, чистый гамбургер. Приезжаем домой, везде там кетчуп, цибуля, соленый огурец. Короче, то что, ну, Габриэл-то съест. То ладно, Анжелика такое есть не будет. Ну, короче, два гамбургера... Я такое есть не буду тоже. А тут Скаллет открывает свой хэппи-мил. И там тоже гамбургеры вместо этих наггетов куриных. Я говорю, обалдеть. Мне пёртись теперь, надо с ними ругаться. Так неохота. Что за день такой? Хочу спать, я спать хочу, хочу спать. Короче, Анжелика не растерялась. Она взяла три котлеты. Кстати, гамбургеры вычистила всю цибулю и всё такое. Две штучки, которые не имели этого соля. Забрала я тринюшку. Дождь идёт холоднючий. 42 градуса. Температура всё больше и больше спускается. Мама говорит, что типа показывает, возможно, гололёд завтра ночью. С ночи на утро. Ей рано утром ехать. Посмотрим. Вот думаю, заезжать мне в Макдональдс, ргаться с ними или нет. Я знаю, что Скарлетт ожидает эти чикен-наггеты. Ладно. Короче, заехала я в Макдональдс. В Макдональдс. Дали мне эти куриные наггеты, они, за место гамбургера. А насчёт гамбургеров, что я сказала, там всё было, бла-бла-бла. Говорит, а вы привезли их обратно? Нет, я не привезла их обратно. Если бы привезла обратно, они бы мне дали новые, я так понимаю. Ну и, конечно, так как я заехала сюда с Тринити, Тринити, я тоже хочу. Так что Тринити тоже купила, это самое, чикен-наггеты. Едем домой. Спасибо, и знали. Как неохота выходить из машины сейчас. Это отличное время сидеть дома. Идём сидеть дома. В общем, приехал Дэнни и уехал. Похоже, его послали куда-то в другой город. Говорят, что будет поздно, часов 7-8. Дождь продолжается. Не пойдём мы прыгать. Я думаю, они в 4 открываются, я думаю, нет. Если бы Дэнни, я думала, может Дэнни не поведёт их. Короче, не поведёт их Дэнни. Сделаем как-нибудь другой раз. Я говорю, сейчас у меня ма, Рози, до сих пор доктора не звонят. Что за дела? Ладно, пошла чай сделаю. Пришёл Дэнни. Он всё-таки не поехал в тот город. Начал говорить, выезжай на дорогу. И так забито было. Говорит, она мастерская дала выборы либо сегодня, либо завтра. Так что поедёт он завтра. Я уже легла в постель. С девчонками там, ну, со вставшими, а я вот с малышом. Уже было уснуло. Нет, Джулета пришла. Посмотрите на это счастье моё. Что такое? Что тебя сон не берёт? Солнце. Эй, Эй. Джа, 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 Джа. Ты же самый сладкий. Ты спать не хочешь, но ты такой сладкий. Как мама может на тебя обижать, а такого красивого. У нас, кстати, зуб сверху там лежит. А ну, улевнися. Улевнися. О, о, ты работаешь. Ладно. Да, мы, короче, обделались по-самой усе. Так. Нам пришлось помыться. Ой, не надо фитнес. Не надо. Ой, хозяйка пришла. Нянька пришла с бутылкой и водой. Ой, милотя. Милотя. Привет. Ну, давай, ты же так хорошо сцовала бутылочку. Всё, я вас ведёт. Я камеру увидел. Эй, ау, гофита! Ой, дерутся. О, 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 давай, каман. Ну, каман. Ну, что такое? Что за дела? Сколько нянек у тебя? Тут она свидание готовится. Да, ты всё. До сих пор. Она, 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 она бегает с этой бутылкой. Это как всё. На 7 вечера Рики сделал, сделал резервацию в каком-то ресторане, не знаю, в каком. Это сюрприз. Ну, что? Температура у меня небольшая, 99,7, но есть. Блин. Короче, завтра я к доктору иду любому. Мне надо антибиотик или шутер. Да, Масик. Итак, друзья, это уже следующий день. После того, как я вам записала насчёт моей температуры, Дэнни тогда был в магазине с Габриэлом. Я позвонила ему, он сказал, отдай ребёнка девчонкам. Иди в постель. Я пошла в постель и всё. После этого я не выходила. Говорю, мне прям морозило так сильно, я не могла. Отлично проспала. Проснулась уже намного лучше. Боль груди всё-таки не прошла. Я всё равно буду пытаться с доктором переговорить. Но, по крайней мере, меня не морозит. И это уже большой плюс. И нету вот этих, знаете, как болей в теле. Так что буду с вами прощаться. Желаю... А, спасибо большое за просмотр. Вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку. И просмотр рекламы на моём канале. Я вам желаю доброго дня суток. До новых встреч. И bye-bye. Субтитры подогнал «Симон»